окей еще раз говорю всем тогда привет спасибо что присоединились сегодня у нас тема интересная она открывает тему вообще общественных компаний которые мы будем раскрывать в теплице в мае мы будем писать об этом много материалов уже начали это делать и в том числе вот будет несколько вебинаров об этом будет как минимум два вебинара это первый вводный такой да про общественной компании и 30 числа будет вебинара про опыт и про такой кейс щадрый вторник наверное вы слышали все может быть многие из вас участвовали если нет очень советую присоединиться анонс пока на сайте нет но вы можете просто запомнить что это будет 30 числа во вторник 12 дня вот и сегодня поговорим о том что такое общественной компании в чем отличие какие критерии есть и собственно как ее подготовить как провести в основном это нацелена представители коммерческих организаций активистов социальных предпринимателей либо тех людей кто хочет создавать какие-то положительные социальные изменения в обществе и выходить понять как делается пара слов стандартных если вы смотрите в записи или не знаете первый раз участвуйте в наших вебинарах меня зовут алексей ниц вы можете со мной связаться по фейсбуку если будут какие то вопросы пишите с радостью отвечу наш сайт выглядит вот так проект называется теплица социальных технологий это образовательный общественный проект который соединяет две целевые аудитории с одной стороны это не коммерческие организации эти точнее социальные предприниматели фонды активисты так далее с другой стороны это эти специалисты то есть наша цель их совместить разными способами и показать собственно как можно делать с помощью технологии хорошие вещи и как с помощью технологии можно делать положительные социальные изменения много материалов пишем проводим много мероприятий как оффлайн так и онлайн соответственно очень рекомендую подписаться на наш на наш сайт может быть там кто-то еще пользуется rss как я например или есть другие способы у нас есть две две рассылки в мессенджере telegram теплицы теплицы про тоже советую посмотреть это все есть в разделе у нас на сайте внизу если пролистать им вот далее так как мы создаем достаточно много контента проводим мероприятие естественно что мы это все записываем и поэтому очень рекомендую вам подписаться наш канал на ютубе мы уже перевалили за полмиллиона просмотров для я считаю что для нашего проекта достаточно хорошая цифра естественно что мы не популярны блогеры но мы постепенно наращиваем как бы скорость я думаю что постепенно 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 все больше людей будет узнавать о том что мы делаем и будут получать какие-то полезные навыки и знания и если вы кстати подпишетесь и нажмете там еще получать уведомления то это будет вообще здорово потому что вы не будете пропускать какие-то новые видео хочу сделать акцент на двух плейлистах я говорю достаточно быстро но я думаю что понятно на двух плейлистах первое это естественно запись вебинаров поэтому вы можете в любой момент зайти посмотреть то что уже было мы я проводил три вебинара в месяц соответственно за последнее время их накопило достаточно много более 60 на данный момент просто плейлист удобен тем что вы можете в одном месте посмотреть все эти темы которые есть пролистнуть там принципе по названию понятно а в описании каждого видео есть ссылка на презентацию в pdf это тоже удобно вы можете поделиться со своими знакомыми друзьями в соцсетях и так далее вот и второй плейлист который хочу тоже сделать акцент на нем это естественно видео уроки от скринкасты в том числе где за там несколько минут 2 3 5 7 минут мы рассказываем какие-то интересные вещи какие-то важные сложные вот а возможно вы найдете какие-то новые там например онлайн-сервисы которые еще не использовали своей работе но хотите попробовать вот поэтому тоже очень советую так хорошо я пока прервусь все таки в чате опять пишут кто-то что-то не слышит я даже не знаю что посоветовать сейчас так бывает еще вот есть такая штука что в адресной строке хрома есть такая вот кнопочка сверху справа до в адресной строке там например камеры микрофон по идее если вот она вас там какие-то разрешения не сделано то вы не будете ничего слышать вот да михаил пишет надо флеш включить так сожалению я никак не могу сейчас повлиять на это уже вот но если что можно запись посмотреть ладно хорошо давайте двигаться дальше вот и сегодня поговорим про общественные компании картинка я нашел такую интересную я думаю что папа по теме в принципе понятно да в общем то о чем будем говорить если более широко конечно же это не только общественной компании это вся социальная акция это какие-то флешмобы это все то что объединяет людей и общими усилиями приводит к каким-то социальным изменениям желательно к положительным конечно сбегать вперед скажу что мы не будем говорить сегодня о политических компаниях в том числе потому что ну как бы это не наша тематика и с другой стороны конечно это очень такой большой пласт информации который как бы я совершенно не могу поднять потому что я не политолог но тем не менее если в ваших планах есть там создание какой-то общественной компании безусловно посмотреть какой-то опыт политических компаний стоит почитать потому что какие-то технологии они ну то есть и там и там они конечно влияют очень сильно потому что вы взаимодействуете с аудиторией большим количеством людей вот поэтому сегодня будем говорить именно об общественных компаниях да и там будут некоторые какие-то моменты которые я расскажу в чем отличие так далее то есть давайте двигаться дальше и быстренько поймем собственно вот что мы понимаем под общественной компании я вот предлагаю значит такое определение в интернете достаточно много то есть в википедии вы также можете посмотреть разные варианты просто я считаю что можно объединить все вот эти вот определение да и там например вот эти все социальные акции флешмобы и так далее тоже так будем понимать что это например общественной компании которые вот расшифровываются как следующее это собственно серия каких-то действий которые вы планируете заранее да и она нацелена на достижение конкретных результатов вы их тоже планируете в решении какие-то общественно значимых проблем и очень важно что это работает только в течение определенного количества времени это не постоянно и для этого вы используете воздействие общественности и общественное мнение на организации или конкретных лиц от которых зависит решение проблемы в том числе это может быть как представитель государства правительства и так далее немножко перефразируем можно сказать что общественная компания это некий процесс который определяет общественную проблему возможно именно определяют ее то есть например с помощью общественной компании можно проблему определить показать что это действительно существует привлекать внимание к проблеме например вот население там или каких-то определенных лиц и определенность его аудиторию и принимать некие решения которые приведут к конкретным изменениям которые вы хотите сделать то есть если вообще очень прямо то это некий процесс который вы планируете для того чтобы сделать какие-то положительные изменения окей двигаемся дальше есть определенные некоторые важные критерии которые возможно чтобы не упустились из виду надо сказать о них тоже еще раз возможно вот и я говорю об них значит опять же это очень важно вы должны понимать что каждая общественная компания возможно может быть она иногда и возникает совершенно случайно да и там будет пример дальше но в основном это заранее продуманная последовательность действий над ней работают считают как должно быть и к чему должно привести то есть вы должны сделать цели понятными для тех людей для кого вы это делаете с помощью которых вы это делаете очень важно отметить опять же что есть ограничение во времени да то есть это именно как любая социальная компания да то есть привычная например для многих кто работает в социальных или общественных организациях то есть это некая социальная акция например которая имеет начало и конец она длится несколько недель месяц два-три там может быть больше то есть есть начало есть течение этой компании есть завершение компании нужно также отметить что очень важно вот когда вы работаете над компанией это именно поиск союзников работы с лидерами мнений и вот есть понятие как behavior change communication это изменение поведения с точки зрения наверное вот это звучит немножко может быть так опасно да но вы действительно меняете поведение людей если вы хотите там просте какие то изменения в и тем самым за ведомо хотите изменить их поведение то есть до какого то действия или ты какой то компании например был до какой то информации они действовали определенным образом вот то есть жили как-то определенным там с призывными привычками что-то произошло бы им показывать и что вы так 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 вот можно делать или почему это нехорошо, и потом происходят какие-то изменения. Например, самый простой – это, естественно, например, бросить курить. Курильщики, да, им рассказывается о том, что это вредно, почему это, как это и так далее, и через какое-то время происходят некие изменения, которые приводят к тому, что человек бросает курить. Каждый человек, например, или часть. Ссылка здесь есть, кстати, вы потом можете скачать презентацию, там кликабельные ссылки. Вот. Очень советую почитать. Это раздел на английском языке, наверное, на русском тоже есть. Вот. Окей. И теперь несколько примеров общественных компаний. Кстати, сейчас я хочу, пока буду рассказывать, если у вас есть какие-то примеры, которые я не привел, вот просто или там на памяти на вашей, самые какие-нибудь такие вот важные, которые вы слышали или видели за последние несколько лет в России или в мире, вы можете написать в чат. Опять же, это будет полезно для тех, кто там участвует сейчас. Или я потом, возможно, их включу тоже в презентацию. Я выделил несколько, просто чтобы понять, какие типы бывают. Вот я выделил, например, некую... Можно назвать это все-таки тоже общественной компанией. Это зеленый марафон, который пройдет 28 мая в Москве. Кстати, если кто-то в Москве, вы и до сих пор еще можете зарегистрироваться. Насколько я знаю, только там, по-моему, на 10 километров уже регистрация закрыта, потому что количество большое. Это проводит фонд «Обнаженные сердца» вместе со Сбербанком, вот. Собственно, цель – привлечь внимание к проблемам, собрать средства и сделать это таким определенным образом, когда вы даете человеку возможность проявить себя каким-то образом, участвуя в каком-то деле, да, это, например, забег, и вы можете вот таким образом собрать большую аудиторию людей и привлечь к этому спонсоров, которые будут, например, жертвовать средства в какой-то фонд. И также каждый человек может это сделать. Таким образом собираются средства на решение каких-то очень важных проблем. Звук обрывается. А у кого еще проблемы со звуком, кроме Александра? Или у кого-то все окей? Я просто, к сожалению, не могу это проверить. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Я думаю, это никак не влиять, наверное, да? Окей, да, видите, если кто-то говорит «окей», это просто значит на ваш интернет влияет. Вставлю обратно наушники. Так. Окей. Итак, ладно, двигаемся дальше. Вот, то есть таких примеров, например, общественных компаний в виде забегов, да, их очень много. Красочный забег, там, всякие, когда люди наряжаются в кого-то, когда просто они делают что-то, вот, какие-то физические активности, да, когда человек просто бежит, например, какой-то благотворительный забег, и он собирает тем самым средства на решение какой-то проблемы, например, там, один человек какой-то, или звезда, или там, селебрити, да, то как бы это то же самое. Вот, если вы знаете какие-то еще интересные моменты, вы можете узнать. И, там, помните Форд Гамп, когда он бегал, да, и потом за ним стали присоединяться люди, да, и вот это, собственно, некое движение в том числе, когда, то есть, это вот объединяет людей для решения какой-то цели общей. То есть вы не просто помогаете, да, вы что-то делаете еще. Дальше, естественно, это счетрия вторник, это очень популярная акция, которая прошла вот первый раз в декабре 2016 года, совершенно недавно. Еще раз напоминаю, что если вы хотите более подробно узнать об этом кейсе, будет представитель от КАФ Россия, собственно, кто непосредственно работал с этой акцией, да, и они расскажут о том, как это было, как они это готовили, какие результаты у них стояли перед ними, да, то есть какие цели, что они хотели достичь, как это вообще происходило, и я думаю, что будет интересно послушать. Вот. Значит, а кто из вас участвовал, кстати, в счетом вторнике? Это такая некоторая благотворительная акция, да, вот, там понятно, что было много активностей, но одна из основных активностей была в том, что можно было поделиться там в определенный день, сказать, что вот я помогаю определенной какой-то благотворительной акции, да, и разместить фотографию, например, там определенного такого сертификата в своих социальных сетях, тем самым привлекая внимание своих друзей, коллег и так далее, кто это видит, и они в том числе могли сами перейти в этот день, например, да, на сайт какой-то благотворительной организации или на сайт вот непосредственно акции, да, вы можете пойти по ссылке, потом посмотреть результаты, вот. И таким образом, видите, что я вот специально тут сделал такой принт-скрин, что объем благотворительных пожертвований россиян выросли именно в этот день, и средняя сумма пожертвований выросла в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Вот. И то есть это некая акция, которая, по сути, привлекала большое количество людей, и, ну, то есть это такая интересная штука, и кейс интересный, мне кажется, нужно послушать будет. Так, есть ли кто-то, кто участвовал в четвером вторнике, даже интересно, если есть, напишите, пожалуйста. Вот. И по количеству можно посмотреть, вот говорю, по ссылке. Дальше, естественно, то, что прошло совсем недавно для Москвы, те, кто живет в Москве, многие, возможно, сталкивались с этим и столкнутся еще в будущем. Это, естественно, закон о реновации, который принимается, будет приниматься, и сейчас есть некие изменения, и вот прошел митинг, выходные. Это тоже можно считать общественной компанией, и все это зарождалось с обычными людьми, то есть можно почитать статью на нашем сайте вообще о том, как возникла там группа в Фейсбуке, количество которой сейчас достигает достаточно большого, вот, и как-то вообще все зарождалось, как-то движение зарождалось, и можно посмотреть. То есть это тоже, когда люди дают понять, что вот у них есть некие мнения, да, и с ними надо считаться. Вот, это тоже можно считать за некую общественную компанию. Единственное, что, да, тут сложно сказать, что это было там преднамеренно сделано, и там есть какие-то цели. Конечно, цель есть, наверное, с точки зрения, если там говорить о законе, то это, наверное, отмена закона или внесение правок в закон. Вот, и сейчас, кстати, если вы там следите за этой темой, то сейчас достаточно много обсуждений по этому поводу, и те правки, которые вносятся, они, в принципе, делают этот закон такой более адекватным, чем это было, например, в самом начале. И если вы участвовали или не участвовали в этом митинге, то, наверное, вы знаете, что в нем участвовали люди как против этого закона, так и за. То есть это было интересно, что, по сути, на одной площадке, там, на проспекте Сахарова участвовали люди, которые были с двух сторон от этого закона. Так, пишут, что опять звук пропадает. К сожалению, я никак не могу на это повлиять. Я могу только вот еще раз сейчас, пока давайте там какие-нибудь вопросы, если нет. Если есть, я просто посмотрю на интернет. Как бы у меня интернет хороший, и вот 20 мегабит, я думаю, что это просто интернет с другой стороны. Да, не отвлекаемся. Двигаемся дальше. Еще один пример. Есть, например, вот такая, как пример, краудфандинговой какой-то компании, да, это проект «Библия Родина», который несет для себя, там, в себе цель обеспечить научными трудами и различными статьями библиотеки в России. Вы можете перейти, опять же, посмотреть в раздел на сайте «Планета.ру». Это огромный такой проект. Вот. Можно посмотреть вообще, для чего это делано. И то есть это смысл в том, что люди поддерживают какое-то начинание, да, с помощью средств, это именно с помощью краудфандинга, например, на какой-то из платформ. Ну, в основном сейчас две популярные в России. Это «Бумстартер», прошу прощения, и «Планета.ру». Вот. И двигаемся дальше. Естественно, что какие же общественные компании без петиции? Я тут выделил, опять же, две популярные платформы, которые в России есть. Почему две? Потому что первый, понятно, «Changework». Кто из вас, кстати, пользовался, подписывал какие-то петиции, создавал петиции? Если есть, тоже напишите, интересно. Вот. Я делал скринкаст о том, как, собственно, создать петицию. Это не так сложно. Это когда вы создаете некую информацию о том, что вы хотите внести какие-то изменения куда-то, да, и размещаете на платформе, где тоже есть люди. Вы можете потом этой петиции поделить в своих социальных сетях, и петиция может набрать большое количество подписей. И, возможно, потом что-то произойдет. С «Changework» прямой связи с изменениями нет. Это, собственно, выражение гражданской позиции, что дальше случается. Нельзя сказать, что это будет принято, это не принято, нет какой-то прям прямой связи. Что нельзя сказать о следующей платформе, которая не очень популярна, наверное, по сравнению с «Changework», но тем не менее она постоянно растет, и это «Роя», это российская общественная инициатива. Она как бы отличается следующим, что говорят, что если вот каждая петиция наберет определенное количество голосов, то ее рассмотрение передается на определенный уровень, там, муниципальный, административный, федеральный, вот, и, возможно, будут приняты действительно какие-то изменения. По опыту тут сложно сказать, что именно конкретно хорошо работает, но вот есть две платформы, которые для этого существуют в России в основном, это как раз «Changework» и «Роя». Я надеюсь, что с временем это будет работать все лучше и лучше и лучше. Хочу отметить, что если вы больше хотите узнать об этом, я очень советую посмотреть видеозапись дискуссии, которая была на общегражданском российском форуме, по-моему, опять же, в осенье прошлого года. Я вот был на нем, и действительно дискуссия была очень интересной. И именно мы обсуждали платформы для дискуссии, как это вообще влияет, онлайн-петиции, какой эффект оказывают. Вот, ну, просто действительно очень советую посмотреть. Там запись, наверное, минут, не знаю, 30. Вот, пишут в чате, да, кто-то участвует в подписании петиции. Тоже хорошо. Какие еще могут быть общественные компании? Что интересно, это могут быть совершенно разные. И вот, как пример такого медиапроекта в том числе, это день бездомного человека, который инициировал портал «Такие дела», да, и фонд «Нужна помощь», это они сделали следующее. Вообще это как бы некая компания, которая говорит о том, что давайте, ребята, мы сделаем 27 марта в России день бездомного человека, где мы будем делать различные акции, привлекать внимание людей к решению их проблем, да, и как-то помогать таким людям, собственно. И вот в этом году, собственно, это прошло в первый год, первый раз, насколько я знаю. И помимо всяких там оффлайн каких-то мероприятий, да, здесь на такие дела они создали еще несколько медиапроектов, которые бы рассказывали о том, как люди, которые не имеют там постоянное место жительства или какие-то проблемы они испытывали, каким-то проблемам они потеряли, например, там, вот, документ свой или еще что-то, да, что они испытывают, с каким проблемой сталкиваются. То есть вот тоже с этого перейти просто на этот сайт в Homeless Day и посмотреть, как это было и вот что, какие еще проекты там есть. То есть здесь вот с точки зрения медиа-контента это очень здорово проработано, и такие вот варианты, когда компании оффлайн совмещают ее онлайн, это тоже сейчас становится наиболее оптимальным вариантом. Самая, наверное, крупная в мире, ну, наверное, не самая, конечно, но я не могу говорить, у меня нет данных, да, но все мы знаем, что 1 декабря в мире отмечается день увеличения информации, там, улучшения понимания о борьбе со спидом. И, там, допустим, многие компании поддерживают этот день, выпуская определенные, там, гаджеты, например, если это компания Apple, как говорит, да, вот, приурочена именно к этому дню. Когда вы, покупая, например, какой-то товар, тем самым помогаете определенному фонду, который борется с определенным заболеванием. В том числе это тоже некая общественная компания. Вот. То есть, если вы помните, да, вот недавно совсем вышли красные айфоны, это все было смешно с точки зрения, что вот, зачем, как бы, покупать это, да, но есть в этом цель, что вы, помимо того, что покупаете что-то новое, да, вы помогаете тем самым какой-то организации. Просто, чтобы понять, как бы, психологию, например, вот Apple, как это работает, вы тоже можете перейти на эту ссылку и посмотреть. А опять же, вот, это в других, там, ну, допустим, Android, да, то есть в этот день я помню, что и как в Apple Store, и в Android, когда вы приложения какие-то покупаете, вы также можете, могли бы там какие-то получать, не знаю, скидки или какие-то предложения конкретные, которые были приурочены вот к этому дню. Это тоже, как бы, интересный такой фактор. Так, двигаемся дальше. Еще есть несколько примеров из других областей, это в том числе движение, например, движение Бессмертный полк, да, недавно прошел день 9 мая, и, естественно, что многие из нас в разных городах России, да, и уже в мире, да, сейчас постепенно это движение распространяется, да, вот, оно имеет такую большую силу, то есть это как объединение людей для того, чтобы люди могли вспомнить то, что прошло, людей, которые участвовали в этом, да, рассказать истории своей семье, своих родственниках, и в том числе собрать, как бы, информацию о том, как это было, кто это был. Видите, есть вот сайт официальный этого движения, вы можете найти информацию о том, например, о каком-то солдате, посмотреть другие варианты какие-то, вот, ну и так далее. То есть это движение, оно действительно сейчас стало достаточно массовым, да, и оно объединяет в себе много вариантов целей, в том числе, как вот память и воспоминания как семей, так и пополнение информации о том, там, о людях, информации, например, о которых нигде нет, да, а вот члены семьи, например, могли бы эту информацию передать, и таким образом пустых мест стало бы все меньше. Пока посмотрю в чат, да, там пишет Юлия Корнилова, что каждый 25 ноября в Тель-Авиве проходит марш-митинг против насилия. Да, вот, то есть митинги, какие-то акции, вот это все тоже приврочено к тому, что мы обсуждаем сегодня. В октябре и розовый октябрь есть информирование и акции по ранней профилактике и борьбе рака молочной железы, да, еще если кто-нибудь участвовали, помнят, есть такая акция «Мовембер», да, когда, по-моему, так это называется, когда, в общем, мужчины отращивают усы, и тем самым они также распространяют фотографии в социальных сетях и могут помочь, там, сделать пожертвования в какой-то из фондов. Вот. Здорово, когда совмещается действительно несколько таких странных действий, да, то есть, по сути, которые не имеют смысла, наверное, да, и потом мы, как бы, приурачиваем это к тому, что мы можем помочь какому-то фонду или организации. И вот, конечно же, Ice Bucket Challenge, мне кажется, за последние несколько лет это самая крупная общественная вообще, там, компания, которая только проходила по тому количеству и охвату, который он имел. Как ни странно, уже прошло три года, оказывается, это было в 2014 году, мне казалось, это было совсем недавно, но время так быстро летит. И, наверное, может быть, кто-то в России участвовал, да, из вас, там, или из ваших родственников, или, там, друзей. Это интересная вообще такая компания была, значит, она была запущена фондом ILS, который борется с определенным видом, не скажу точно, с каким заболеванием, но можно посмотреть. Вот. И, значит, я просто привел тут, картинку, чтобы было понятно вообще, как это работало. То есть, зачем вообще надо было обливаться водой, и как это вообще взаимодействовало с помощью фонда. Вот. Значит, была такая картинка, которая говорила, как вы можете помочь. То есть, это некий вызов, который, например, вам бросали ваши родные, родственники, друзья в социальных сетях или кто-то еще. Вот. Вот. И вы должны были его исполнить, загрузить то, как вы это делаете, и тем самым привлечь внимание других людей и помочь самостоятельно определенному фонду перечислить деньги. Вот. Таким образом, приняло огромное количество людей в разных странах мира, участвовали в селебрити, как в России, так и в мире. За этим можно посмотреть, вот, также в Википедии посмотреть, там много есть ссылок. И по результатам этой общественной компании, значит, они следующие, что это официальный номерный отчет за 2014 год. Был собрано более 115 миллионов долларов. Вот. И, как видите, отчитывается, на что пошли эти деньги. 77 миллионов, почти 67% пошло на новые исследования борьбы с заболеванием, да, 23 миллиона пошло на взаимодействие с пациентами и сервисы. Вот. Дальше есть образование 9%, что составляет 10 миллионов долларов, да, ну и так далее. То есть, это огромная такая общественная компания, которая привела к огромному результату. И самое главное, чтобы были привлечены средства для того, чтобы проводить исследования. Вот. Акция действительно очень классная. Если вы видели, например, там, не знаю, знаменитости, кто-то как это делает, это было очень забавно. Или какие-то массовые, да, вот как здесь на картинке. То есть, там были вообще видео, можно в интернете найти, когда просто, там, не знаю, там, сотни человек одновременно это делают. Это потрясающе, конечно. Так, хорошо. В чатах пока пишут те акции или компании, которые делают. Здорово. Мы в маленьком городе готовим уже восьмой раз День российского предпринимательства 26 мая. Здорово. Еще бы классно написать, а что вы именно делаете в этот день. Вот. Чтобы было понятно, как бы, как это проявляется. Так, окей. Хорошо. В общем, показав такие примеры, я хотел бы вам просто далее дать некие, там, типы, да, общественных компаний, которые существуют. Чтобы было понятно, вот вообще, в принципе, можно их разделить на такие, да. Это краудфандинговые, краудсорсинговые, благотворительные, волонтерские, информационные и петенционные. Теперь давайте разберем, что каждый из них значит. Это, в принципе, достаточно просто. Краудфандинговые – это те компании, которые основной своей целью являют сбор средств и привлечение средств для чего-либо. Краудсорсинговые – это когда вы привлекаете ресурсы. Ресурсы могут быть чем угодно. Это могут быть человеческие ресурсы, это могут быть непосредственно физические ресурсы какие-то, я не знаю, там, лес вы собираете или, там, не знаю, деревья сажаете или землю, или что-нибудь еще. Благотворительные – это когда вы действуете, именно помогаете каким-то благотворительным организациям, возможно, не просто деньгами, а как-то еще. Волонтерские – тут немного пересекаться с благотворительными, да, это в том числе, когда вы можете принимать участие в каких-то работе, например, в каких-то организациях и помогать им в их деятельности, да, с их целевой аудиторией. Информационные – это когда вы привлекаете внимание к проблеме или хотите выявить эту проблему, когда вы хотите показать, что вот, смотрите, вот было так, стало так. Например, там, вырубка колесов или чего-то еще, то есть, там, не знаю, как влияют, например, непристегнутые ремни безопасности в автомобиле на, там, жизнь детей. То есть, можно показать некую статистику, как было, как стало, да, там, через инфографику и различными способами через медиа, через другие каналы продвижения, через какие-то акции в оффлайне, да, можно добиться того, чтобы люди поняли, что действительно эта проблема существует, у них произошли какие-то изменения в голове в том числе. Ну, и вот, как я говорил, например, это самое простое, это, там, бросание курения, да, то есть, это вот в том числе можно причислить, ну, вот сюда. И петиционные – это, вот, петиция, да, это с помощью большого количества людей, когда мы хотим высказать свое отношение к каким-то проектам законодательным либо просто к ситуации в обществе, да, и мы хотим ее изменить, мы хотим, чтобы те люди, которые влияют на принятие решений, либо те организации, да, там, правительство, государство, чтобы они посмотрели, увидели, что, да, действительно, общественное мнение существует на этот счет, да, и можно каким-то образом вот на этих людей повлиять, сказать, что давайте мы изменим этот закон, потому что так жить нельзя. Вот. Петиция – это очень важно. Значит, здесь, опять же, нет политических компаний, потому что выборы в том числе – это большой пласт, как я уже говорил. Политологи вам скажут, что это очень круто, вы можете вообще изменять мышление и, там, не знаю, жизнь людей, но мы не будем сегодня об этом говорить. Сейчас я хочу вперед забежать немножко, прошу прощения. Просто вот эту картину хотел показать для политических компаний, если вы, там, следили за выборами, там, в России и вообще в других странах, то вот последнее, когда переизбрался Барк Обама, его вообще предвыборная кампания была очень медийная, и вот он очень хорошо присутствовал в интернете, в том числе и в Твиттере. И, как вы видите, 529 ретвитов, полмиллиона ретвитов. Как бы это неплохо, да, до вот просто такого поста, где он написал, что когда вы переизбрали. То есть это можно делать тоже интересно. Хочу вернуться сюда еще, да, я тут, когда готовился к этому вебинару, просто посмотрел статью на нашем сайте, и очень советую почитать эту статью. Она про активизм и слактивизм. Сейчас я объясню, что это такое, и вообще, собственно, как превратить лайки в реальные действия. Значит, конечно же, сегодня, о чем мы говорим, и про общественные компании, и все люди, которые участвуют в них, мы, конечно же, можем назвать себя активистами, потому что мы проявляем свою гражданскую позицию, да, и мы хотим, чтобы что-то произошло. Мы хотим, как организаторы, например, чтобы люди поняли, что у них тоже есть возможность что-то изменить. Вот. Значит, а сейчас, так как очень сильно начали развиты быть социальные сети, интернет повсеместно, да, то мы можем влиять на изменения именно с помощью кликов. Кликтивизм можно это назвать. Шуя слактивизм – это когда мы лежим там, ничего не делаем, да, собственно, ну, как бы ничего не проявляем, но с помощью интернета мы можем хорошо повлиять, да, то есть мы просто… все, что от нас требуется, да, это кликнуть пару раз на какой-то кнопочке, да, и, ну, в принципе, да, вот петиция подпишется. То есть, по сути, вы ничего не делаете. Вы вот как бы лениво лежите там, ну, условно, там, на своем диване, да, и просто там прощелкиваете, вот, например, эти петиции на Change.org. Ну, вот представьте себе, что если каждый будет так делать, то это приведет к реальным изменениям. И вот эта статья описывает такой вот формат, вообще, к чему он приведет, то есть интересно, реально посмотрите. То есть те инструменты, которые сейчас есть у людей, возможности, они действительно могут вот снизить тот порог входа, да, для того, чтобы стать активизмом очень сильно, и в том числе это влияет, например, на волонтерство, да, сейчас также есть многие механизмы, которые могут помочь нам начать делать что-то полезное, да, там, практически не выходя из дома, помогая каким-то организациям, вот. Поэтому тут тоже вот реально советую посмотреть. Так, ладно, дальше. Пару слов хочу сказать, да, отличия от политической компании и общественной компании. Значит, есть некоторые факторы определенные, чтобы было понятно. Первое – это защита интересов и правов различных групп, независимо от политических убеждений. Это очень важно. То есть в общественных компаниях, независимо от того, каких вы политических взглядов, по идее, независимо от того, вообще каких вы взглядов, да, вы можете объединяться не только в одной стране, вы можете объединяться повсеместно, там, в интернете и так далее. То есть смываются границы, и только есть та граница, которая есть, это ваша цель, которую вы хотите достичь, да, и ваши какие-то ценности, да, и проблемы, которые вы испытываете. Второе – это то, что борьба не за власть, а за общественные интересы. То есть политические, да, вот компании, они именно за власть. Когда вы избираетесь куда-то, ну, это понятно. И третий пункт – это участники компании прямо, к сожалению, не участвуют в принятии решений, в отличие от других политических. То есть здесь, как я уже сказал, мы с помощью общественных компаний хотим создать некий резонанс в обществе, либо, например, показать те результаты, которые могут быть представлены тем людям, либо органам, которые имеют на это, как бы, возможности и силы, чтобы провести какие-то изменения. Вот. Это вот, собственно, основные отличия. Ну, и сейчас в дополнение ко всему мной сказанному, естественно, я сейчас расскажу о том, как подготовить и провести компанию, и это будет не очень долго, но очень простыми словами, действительно, очень простыми. А я пока посмотрю чат. Так, ежегодно, 3 воскресенья мая проводится День памяти жертв ВИЧ-спида, волонтерские акции. Так, это хорошо. Экокомпания в День земли мы проводим в общественной компании, да. В общем, забегая вперед, скажу, что все, что мы хотим сделать, на 90% уже изобретено, да. Мы, вот когда, например, представьте себе, что мы, каждый из нас, сейчас хотим создать свою общественную компанию и провести ее. Значит, первое, что вы должны понять, все до вас уже изобретено. Не надо изобретать велосипед. Первое, что вы должны сделать, это поисследовать те способы, которые уже есть. Посмотрите на то, что было успешно, как это проводилось, и сделайте похожее. Заимствуйте методологию. Не копируйте, а заимствуйте. Это разные вещи, да. И попытайтесь встроить это в свою организацию. Опять же, вот 30-го числа, например, про щедрых вторник будет рассказывать, и вы можете просто посмотреть какие-то нюансы, как это было сделано, и просто использовать в своей организации. То есть это, в принципе, даже приветствует. Вот, поэтому первым, что нужно сделать, это понять, что все уже есть. Значит, существует ряд большой, огромный просто некоммерческих организаций, фондов, которые или занимаются компаниями, или проводят компании, или определенные только организации, которые проводят компании. И в англоязычном интернете материалов действительно очень много. Я в конце дам ссылку на ресурсы, которые я подобрал. Единственное, что там они на английском языке, потому что на русском языке, я, наверное, что искал, все это немножко сложновато. Но на английском языке я нашел много интересного. И давайте теперь просто вот простым языком поймем вообще, собственно, как теперь это вообще делать. То есть, итак, компания – это то, когда мы хотим сделать какое-то действие или цепочку действий, да, за определенный промежуток времени. Есть начало, там, действие и конец. И вот теперь надо понять, как это делается. Во-первых, хочу сказать, что, опять же, как во всем, как и в своих проектах, как и в бизнесе, как и в других каких-то отраслях, это цикл. Это нелинейная штука, потому что, во-первых, часто бывает так, что компании, они проводятся циклично в том смысле, что повторяются, да, например, каждый год. Это цикл, действительно. То есть, когда вы проходите последний пункт, вы возвращаетесь на новый. На новый, который является началом. Например, из девятого в первый. В общем, если выделить вот более глобально, то можно выделить такие девять штук. Значит, первые семьи – это подготовка, восьмое, девятое – это настроено проведение и анализ. Самое главное, когда вы готовите свою общественную компанию, должны понять, зачем вообще это делаете, для какой проблемы, какую проблему хотите решить. Вот я всегда всем спрашиваю, вот нахакатонах и так далее. Я, наверное, там, кто меня знает, всегда вот как бы понимает, что я такой немножко жесткий в этом, но я всегда спрашиваю, какую проблему вы хотите решить. Вот это такой простой вопрос, который многих людей ставит в ступор. Они как-то даже не думали об этом. То есть, как бы они думают о решении, а о проблеме они почему-то не думают. Так вот, первое – это проблема. Второе – вы должны сделать анализ, исследование проблемы. То есть, когда вы придумали или увидели проблему, пожалуйста, погуглите и посмотрите, как это уже решается, почему это не решается и как это вообще существует в России и в мире. Далее вы должны понять, как вы будете, собственно, решать эту проблему и какая стратегия компании будет. Сделайте некий фокус. Далее определите целевую группу и тех людей, для кого вы это делаете, с помощью кого вы это будете делать, да. То есть, вот есть первичная и вторичная целевая аудитория. Тоже очень важно понимать, что в любых действиях есть первая аудитория, на кого вы влияете, да, например. А еще есть вторичная аудитория. Например, если там ваша компания нацелена, допустим, на школьников, допустим, то у этих школьников, естественно, есть родители, да. То есть, вот, поймите, как вы будете взаимодействовать со вторичной целевой аудиторией. Далее вы должны оценить те ресурсы, которые вам нужны в реализации. Очень легко, с одной стороны, а с другой стороны очень сложно. Дальше вы просто должны разработать, как вы будете делать шаги, да, какие шаги – это тактика. Ну, и составление плана действий, то есть, непосредственно план, который должен быть написан не просто в голове у вас, да, а именно должен быть где-то там в электронном виде и так далее, да, и по этому плану вы должны двигаться. Ну, и, собственно, потом, после всего того, как вы подготовили, вы начинаете проводить вашу кампанию, заканчиваете ее, и обязательно, обязательно анализируете результаты. Если вы провели кампанию, на этом успокоились, и, о, классно, прошло, супер, прошло, и, слава богу, это не круто. То есть, очень важно обязательно посмотреть на те результаты, которые вы сделали, потому что в следующий раз на основании этих результатов вы должны сделать некие выводы и вернуться обратно и проводить это заново. То есть, вносить изменения в… вот в первые пункты. Теперь давайте более подробно разберем. В общем, о тех ресурсах, о которых я говорил, там есть в конце слайд, я просто два из них покажу. Первый из них – это вот XFARM, например, это организация, которая, например, борется там с глобальной бедностью. Есть раздел по тому, как проводить кампании, как вообще вовлекать, там есть гиды. Если вы перейдете по ссылке, вы увидите там PDF-ные файлы. В общем, когда я готовился, я хочу сказать вот о чем, что есть много разных организаций, которые в следующем делают. Значит, они просто предоставляют вам даже в PDF, допустим, шаблоны документов, там, пресс-релизы, какие-то, я не знаю, там, постеры или еще что-то. Например, вы просто можете таким образом погуглить, допустим, кампании в вашей области, например, экологические какие-то кампании, и посмотреть, как это делалось. И вот я просто видел, что есть прям шаблоны, вы можете скачивать, просто берете у меня эти тексты и все. Понятно, что это некоторая такая штука, ну, не совсем правильно, да, там, но, тем не менее, это самый простой вариант. Так, меня кто-то спрашивает про презентацию. Да, она будет доступна после того, как я закончу, и вы сможете ее скачать. То есть буквально минут через 10. Вот, и второй ресурс, там также можете перейти, посмотреть на скоп. Вот, на основании скопа я сейчас буду дальше рассказывать. Отсказывать, то есть, опять же, еще раз, все уже изобретено до нас. Не надо изобретать велосипед. Вот, основные пункты какие-то есть. Каждая организация, в принципе, делает что-то свое. Но, тем не менее, можно выделить общее. И вот если выделять общее, то можно сделать следующее, что есть шесть основных шагов, которые нужно пройти для того, чтобы запустить и, как бы, провести общественную кампанию. Шаги очень простые в понимании, ну, их просто нужно сесть и сделать. Первое – это нужно понять, для чего вам вообще нужна кампания, да. Второе – это что может помочь кампания. Третье – кто может помочь. Четвертое – это выбрать тактику, как проводить кампанию, с помощью чего, какие ресурсы, инструменты использовать. Пятое – это как запустить кампанию, что до этого нужно сделать непосредственно до запуска, после планирования. Как мониторить кампанию, то есть, смотреть, что вообще происходит, окей или не окей. И шестое – это самое нормальное и самое правильное, как я уже говорил, пожалуйста, оценивайте результат. Это очень важно. И после этого, опять же, как я говорил, это цикличный процесс. В следующий раз вы просто будете, когда планируете новую кампанию, вы будете основываться на фидбэке. И теперь давайте разберем каждый из шагов поподробнее немножко, опять же, простым языком, очень простым языком. Значит, когда вы просто… У вас возникла идея сделать какую-то кампанию. Вы сели такие, да, и думаете, вот отлично, супер, я вот хочу сделать это, ну, у вас какой-то там… У вас есть, наверное, какая-то своя цель на это, но тем не менее. Вы должны задать себе очень простые вопросы. Что конкретно вы хотите изменить в вашей кампании? Что именно? Да? И после этого вы должны понять, а что будет являться успехом? Вот пройдет ваша кампания. Что дальше? Как вы будете оценивать, что она успешная или неуспешная? Обязательно нужно сформулировать цели кампании. То есть, что вы хотите достичь, прям прописать это обязательно. И четвертый пункт здесь такой очень простой, но почему-то многие не задумываются. А вообще, она нужна эта кампания или нет? Может, уже и так все работает, а вы просто об этом не знаете. Поэтому обязательно прошу вас, гуглите перед тем, как что-то делать. Пожалуйста, делайте исследование того, что сделано в вашем городе, в России или там в вашем регионе, в России, в мире. После этого вы будете понимать, что вот уже это решается каким-то образом. Потому что если вы будете делать это просто без исследования, вы будете обречены на неуспех практически там на 100%. Возможно, там какой-то успех у вас будет, но в глобальном смысле нет. Поэтому обязательно задумайтесь, вообще это нужно. Вот когда это вы все поняли, переходите ко второму шагу, который говорит о том, что вам нужно понять, что именно вам нужно, что может помочь компанией. Вот я уже говорил, начать исследование, здесь продолжайте. И надо понять ту область, в которую вы хотите сделать. Например, если это экологическая компания, пожалуйста, исследуйте, как это делается. Какие проблемы и так далее. Что происходит, да, как происходят изменения. Это вопрос практики или политики. В том смысле, что как проводятся изменения. Например, вы хотите сделать какие-то изменения. Допустим, как вот у нас на одном из хатонов был проект, когда люди хотели делать следующее, чтобы, ну, допустим, сажать деревья в парках или, например, ставить лавочки около там домов. Это все классно, конечно, но суть-то проблем вот в чем, что, помимо всего прочего, вы не можете самостоятельно это делать. Вы должны обязательно с государственными органами это согласовывать, с администрацией города. Поэтому если вы, например, нашли какую-то проблему, хотите ее решить, а оказывается, что вы не можете это делать, потому что это вопрос политики определенной, то это тоже очень плохо. И это обязательно нужно исследовать, чтобы не тратить просто свои ресурсы зря. Потому что вы потом упротитесь и поймете, что просто это не работает. Вот. И самое главное, вы должны понять, какие ресурсы вам нужны. И после того, как вы поймете, какие ресурсы вам нужны, хороший вопрос задать себе следующее. А где эти ресурсы-то взять могу вообще? Вот. И задумываясь об этом, вы можете, значит, понять следующее, да, что у нас есть краудфандинговые компании, если это деньги, да. Краудфандинг, кстати, это не только о деньгах. Вот просто советую погуглить также на нашем сайте. У нас есть много материалов об этом. Просто когда вы запускаете компанию краудфандинговую на планету, руль на Boomstarter, тем самым вы делаете и следующее. Вы, помимо всего прочего, еще проверяете вашу идею на прочность, и вы формируете сообщество вокруг себя, вокруг того проекта, который вы делаете. Поэтому сообщество – это тоже очень ценный ресурс. Эти люди, которые с вами помогают вам в одном проекте, они смогут помогать вам снова, снова и снова. Вот. Также есть краудсорсинговые платформы, когда вы можете с помощью большого количества людей найти какие-то ресурсы, которые вам нужны. В общем, подумайте о том, как, где их брать, вот, и у кого. То есть это тоже очень ценно. Например, также есть там ресурсы компаний больших, да, там есть корпоративная социальная ответственность, есть компания, как пробона, которые, там, люди оказывают профессиональные услуги практически за себестоимость или, там, бесплатно. То есть вот это все нужно обязательно продумать. Вот. Дальше третий пункт – это кто вам может помочь. Вот это тоже очень важно. То есть, например, если брать пример, я не знаю, ну, давайте вот с реновацией, там, Москвы, да, вот этот закон. Собственно, целевая аудитория, естественно, первое – это кто? Это те люди, которые живут в пятиэтажках, да, которые беспокоятся за свое будущее, за то, что они могут потерять свою собственность. Далее, например, можно подумать о том, кто влияет на них. Например, влияют, там, родители, близкие, друзья и так далее, и незнакомые. Вот. Опять же, просто нужно выстроить некие такие связи, которые можно, там, с помощью которых можно выявить, вот, определенные влияния вашей целевой аудитории. То есть, исходя из того, допустим, ну, то я сейчас генерирую просто идеи, я вот, не знаю, ну, допустим, да, вот если брать это, опять же, закон реновации, да, то если, там, сделать какую-то еще общественную компанию, то можно просто глубже продумать, кто конкретно эта целевая аудитория, да, например, которая очень против, и нацелена быть на нее и посмотреть, какие у нее ценности, и просто апеллировать именно к ней, да. Не в общем просто к жителям Москвы, у которых там, не знаю, сколько процентов... Что-то я слышал, по-моему, 20 тысяч человек, по-моему, могут коснуться вот эти законы. Ну, в общем, и просто расширить эту целевую аудиторию. То есть, третий пункт – это не ресурсы в плане чего-то такого, а именно кто. Кто вам может помочь достичь цели компании. А с другой стороны, да, то есть в данном случае, если, например, с реновацией, кто может помочь, да, это изменение, внесение изменений в закон. Это петиции, да, это люди, которые готовы также поддержать вас. И кто это? Вот органы, которые формально могут это сделать. И вот по этому закону сейчас, насколько я помню, можно прийти, там, не знаю, в МФЦ или куда-то, да, и там поставить свою подпись о том, что, там, например, вы против. Или, там, сейчас ситуация следующая, что, например, там, вы можете провести голосование в своем доме. Если две трети жителей дома, собственников дома против, то, соответственно, этот закон вас не коснется. То есть вот это все нужно просто смотреть, да, и апеллировать именно к тем людям с помощью тех механизмов, которые действительно доступны. Вот. Окей, двигаемся дальше. Четвертый пункт – это выбор правильной тактики. И тут сейчас скажу, о чем это речь вообще. То есть это действительно те инструменты, с помощью которых вы можете, собственно, это провести, да. То есть если это… Окей, то есть вы вот поставили себе цели, провели исследование, поняли, какие ресурсы вам нужны. Вот. И теперь вы, например, хотите провести какие-то изменения. Допустим, вот опять же взять закон. Для того, чтобы провести вот какие-то изменения, нужно, во-первых, собрать доказательства того, что это не будет работать или это поведет к каким-то отрицательным изменениям. То есть обязательно нужно сначала собрать какую-то информацию и, допустим, организовать встречи с теми людьми, как бы это было в нормальности, да. То есть в нормальных условиях вы можете организовать встречи с теми людьми, кто принимает решения. Например, представители, там, законодательной власти. И обсудить с ними те влияния, которые возможны. Далее вы составляете петицию на основании тех данных и разговоров и действительно раскрытия этой темы. Вот. А далее вы уже используете каналы продвижения, например, в интернете, в социальных сетях, рассказывая тем людям, кому это действительно очень важно, о том, как внести и как принять какие-то действия для того, чтобы изменения были совершены, да. То есть опять же это петиции, это какие-то вот участия в митингах, да, ну и так далее. То есть есть разные инструменты, непосредственно формальные, там, это, не знаю, там, создание какого-нибудь промо-сайта или баннеров, постеров, которые можно распечатать и так далее. То есть есть прям непосредственно наборы, которые вы можете делать, как я уже говорил, там, достаточно просто. Вот. То есть вы должны выбрать тактику того, с помощью каких действий вы сможете привести к положительным изменениям, да. То есть, например, опять же, на основании этого закона о реновации вы можете задуматься о том, а вот действительно вот на данном этапе все идет так, как нужно, хорошо бы, ну, то есть это самый лучший вариант, который мог быть, или могут другие варианты быть. То есть это все тоже желательно, конечно, продумать. Вот. И сделать это заранее. Пятый шаг – это запуск, мониторинг. Опять же, несколько шагов, несколько моментов о том, что нужно сделать до запуска. Очень советуют, очень советуют настоятельно сделать свод-анализ. Это немножко из экономики, ну, не только вообще, там, про стартапы, вообще про какие-то собственные проекты, потому что, в принципе, общественную компанию можно считать, как собственный, там, проект. Вот. И советуют провести свод-анализ, чтобы посмотреть, какие у вас есть сильные стороны, слабые стороны, угрозы, возможности и так далее. То есть, допустим, вы можете это сделать на основании того, что вы делаете как организация, да, ваша целевая аудитория сделает этот анализ. И анализ, например, ну, назовем это противников, это тех, кто мешает, например, провести вам какие-то изменения. Либо вот в данном случае, там, это не противники, да, а вот те, кто влияет на принятие закона. Посмотреть, например, какие у них есть слабости, какие есть лазейки там, где можно сделать изменения. И на основании этого можно тогда уже понять, как именно воздействовать на эти слабые стороны. Вот. То есть, вот этот вот свод-анализ, он позволяет быстренько расписать вот эти вот четыре части и как бы наглядно посмотреть на то, как это вообще может быть сделано, да. То есть, возможно, там есть какие-то нюансы, о которых мы не знаем, да, там, по поводу этого закона. Вот, там, например, там, действенным было бы написание, там, не знаю, петиции, вот, или, там, имейлов на какой-нибудь государственный портал, а, допустим, люди об этом не знали. Вот. И что еще очень важно, когда вы запускаете и мониторите вашу кампанию, то есть, когда она вот идет вот в процессе, да, уже, естественно, что до этого вы должны составить какие-то промежуточные цели, такие mailstone, и в которых в этих точках вы должны оценивать, все ли проходит окей или не окей. Это может быть или просто разбито по времени, например, каждой неделе, или приурочено к каким-то неопределенным событиям или действиям. Допустим, это могут быть какие-то мероприятия, да, это могут быть какие-то ключевые показатели. Допустим, если это петиция, да, вы можете сказать, что вот у вас mailstone, там, это, там, 10 тысяч человек, 50 тысяч человек и 100 тысяч человек подписей. Вот. Смотреть, как это растет. Опять же, это все можно, как бы, обязательно, ну, естественно, так фиксировать, чтобы в следующий раз, например, там, смотреть, как это работает, вот. Но вот эти mailstone нужны для того, чтобы на первых порах понять, все ли идет так или нет. И если нет, то включать какой-то план B, да, или немножко изменять структуру. Ну, например, вы запустили, там, петицию об этом законе, и вдруг вы видите, что это не работает, люди не подписывают ее, да, то есть если вы так и будете продолжать ничего не делать, то, как бы, это не будет ничего, да, то есть, соответственно, здесь нужны какие-то дополнительные действия, которые вы можете произвести, там, обращение к там целевой аудитории или еще что-нибудь, мероприятие, какую-нибудь встречу, там, с какими-нибудь людьми, и таким образом вы сможете смотивировать вашу целевую аудиторию сделать какие-то действия. Вот. И еще раз напоминаю, пожалуйста, запомните, что это должен быть некий цикл, да, это действие, анализ действия и переходит к следующему действию, да, то есть анализ предыдущего действия должен влиять на ваш следующий шаг. Без анализа практически ничего успешного никогда не делается. Возможно, только один или несколько раз, но вот в долгосрочной перспективе анализ очень важен. Это пятый шаг. И шестой шаг самый простой. Когда все закончили, сделали все круто или не круто, вы должны сделать некие выводы и оценить результаты. Первонаперво, когда вы планировали, да, компанию, вы должны были сделать некие, расписать результаты, которые для вас были успешными. И теперь вы можете сделать выводы. Окей, успешно это или нет? Совпадает ли это с тем, что я наметил или нет? И вы должны сделать еще исследование, на основании которого принять внимание, почему это стало удачным или неудачным, что повлияло конкретно. Например, вы поняли, что вот в изменениях и в компании вот с этим законом, например, очень сильно повлияли лидеры мнений, да, какие-то люди, которые объединили там с собой большое количество людей или, например, повлияли на изменения в законе. Таким образом, вот эти причины можно использовать, например, в каких-то других компаниях или в следующий раз. Вот. Также можно посмотреть, как действовала ваша целая аудитория, что она, на что она отвлекалась, и не отвлекалась, а отвечала лучше, да, там, и какие действия совершала более, там, просто, и что для них было сложным, там, например, подписать петицию или выйти вот на митинг в выходные, да, что для них проще. И почему? Вот это тоже можно сделать и заведомо проанализировать, то есть оставить какие-то вопросы, там, анкеты, или, там, например, как на выборах сделать экзит-полы, когда, то есть, там, человек голосует, и он потом выходит, и он может, там, сказать правду или неправду, но сказать, что он сделал и почему. Вот. И последний пункт – это продолжать, продолжать в том смысле, что продолжать оценивать и продолжать делать и вести вашу компанию снова и снова, потому что с первого раза изменения практически невозможны, и вы понимаете, да, что это должно быть еще раз и еще раз и еще раз. Я уверен, что что-то подобное, там, Ice Bucket Challenge запустится еще раз. Это такая компания, которая показала, что простые действия могут привести к большим изменениям, и это был огромный сбор средств, который, вот, привлек, там, достаточных для того, чтобы провести исследования, например, и решить какие-то проблемы с заболеванием. Вот. А это список тех ресурсов, где есть инструменты. Это так по-английски называется Toolkit. Это некоторые наборы инструментов. Это прямо непосредственно есть шаблоны, там, не знаю, каких-то пресс-релизов, шаблоны, там, не знаю, планов, действий и так далее, в зависимости от того, каким типом компании вы занимаетесь, там, экология или краудфандинг, в том числе как направление, как и тип, да. Советую посмотреть, здесь тоже есть очень много интересного. И это в последнем, там даже есть книга, Handbook Web, вы можете посмотреть на английском языке, но очень полезно, оно бесплатно, в PDF можете скачать. Вот. Быстренько, но просто, я рассказал о том, что это такое, как это работает, как подготовить, как провести. Я думаю, что просто за час нереально рассказать что-то подробнее еще. В общем, если будут какие-то вопросы, пишите мне. Сразу сейчас отвечу на какие-то вопросы, если есть. И еще раз призываю вас принять участие в вебинаре 30 мая, во вторник, где будет рассказан кейс. «Щедрый вторник». Это будут участвовать непосредственно люди, которые участвовали в этой акции, они ее готовили, работали над ней. Вот. Поэтому, если у вас есть время, это будет 12 часов дня по Москве, ну, в Москве, поэтому это займет час, я думаю, что будет полезно. Вы сможете задать вопросы, и там, это будет здорово. Так, если какие-то вопросы, если вам нужна презентация, вы можете ее скачать в разделе «Документы». Она должна сейчас появиться там в PDF. Она называется, собственно, 18.05. Вот. Спасибо, Анна, вам за ответ. За фидбэк, да. Окей. В общем, если будут какие-то вопросы, пишите. И я думаю, что вам было интересно. Спасибо вам. Встретимся тогда еще на наших следующих вебинарах. Спасибо большое.